всем привет и сегодня я расскажу как я поставила вот эту будку для нашего любимого земца состоит из двух зон предбанника и спального места спальное место обшито пвх плиткой потому что она не боится грязи влаги а под ней уже теплый пол снаружи будка у меня обшита сайдингом крыша сделана под наклоном и обшита гибкой черепицей а самое главное мой подписчик сделал своей столярной мастерской вот такую табличку для земцы из дерева и зовут его александр тюриков мне эта будка обошлась 23 тысячи рублей вместе с теплым полом недешево но зем с того стоит в целом работа надбудка у меня заняла пять дней и поэтому я решила разбить видео на три части монтаж каркаса внешняя отделка и монтаж теплого пола а теперь давай посмотрим как это происходило сначала мне понадобятся доски 100 на 40 трехметровые покрытые пропитка от плесени насекомых начала я с пола мне необходимо сделать прямоугольный каркас размерами 160 на 115 такие цифры я определила исходя из будущих размеров земца теперь собираю каркас для этого просверлю отверстия и прикреплю доски длинными саморезами в торец земц это опасность для оператора чтобы получился прямоугольник надо замерить диагонали и поправить каркас так чтобы диагонали были равны далее мне нужны перемычки которые сделают каркас и жёстче ставлю их каждые 40 сантиметров не забудь сделать пометку центры перемычки чтобы потом знать куда вкрутить саморезы зимс отрицательный помощник теперь обшивка цсп отрезаю цсп по размеру каркаса теперь обшивка цсп отрезаю цсп по размеру каркаса а также защита зима принял работу вернее потоптал ее опять оператора чуть не съел далее беру вот такие саморезы их плюс в том что они заходят в цсп вместе с головкой а 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 переворачиваю заготовку пола и повторяю все действия а вот такие прикольные штуки для переноса листовых материалов я себе купила храп храп а между делом я нашла три тона пусть идет к себе в болото для будки я заготовила маленький фундамент из песка и бордюров от тротуарной плитки выставила их по уровню не переживай сама их не таскала эту работу мне сделали работники которые плитку укладывали убила двух зайцев вместе у земцы все хорошо но он приуныл чего-то внезапно а теперь утеплитель укладываю в два слоя с перехлёстом стыков чтобы не было мостиков холода и и и и и и и и Далее пароизоляция. Земсу прям везет, что у него ксиво ютуб звезды. Точно таким же образом я сделаю все другие каркасы для стен и крыши, но уже использую ОСП. ОСП это ориентированная стружечная плита. Прикручиваю верхнюю плиту ЦСП. Будь осторожнее с углами, а то их можно обломить вот так. Теперь делаю боковые стены. Сделать их нужно под наклоном. Я взяла стороны 90 и 70 см. Это надо, чтобы у крыши был наклон не менее 20 градусов, чтобы вода свободно стекала с нее. Сначала прикрутила их к основанию, чтобы разметить угол наклона. Слежу за прямым углом и размечаю угол наклона. Угол выставила на торцовке на глаз. Далее сразу же сделала доски для второй стены. Теперь все это собираю и слежу за прямым углом и параллельностью сторон. По центру ставлю перемычку. Теперь надо отрезать ОСП. Как всегда пошел дождь. Это Питер, детка. Недовольная я. Зато земцу все по чайнику. Дождь через полчаса кончился. Поехали дальше. А тут цирковое представление. Земс и мисс Швабра. Начинаю ставить боковые стены. Сначала просверливаю, потом загоняю в саморез. Теперь утепление. Помню про пароизоляцию изнутри. Теперь задняя стенка. Делаю ее по месту. Отмеряю угол наклона на стойках. И опять пошел дождь. Вернее ливень. Вот как с такой погодой блок снимать? Только закончила капать. Сразу же продолжаю. Ставлю перемычку там, где будет стоять внутренний перестенок, чтобы к нему потом прикрепить брусок. Ну все. Задний каркас готов. Теперь зашиваю заднюю стенку. Зенца можно отвлечь только шваброй. На них он нагрится на ура. Продолжаю. Теперь крыша. Такой же принцип, как и с основанием. Только делаю ее побольше. 125 на 170. А сзади ставлю мощные петли. Вот так будет открываться крыша. И ширина ОСП тоже 125. Все же продумано. Теперь делаю переднюю стенку. Вырезаю по району для входа. Опять утепление. Последний лист ОСП я прикрепила на два самореза, чтобы отметить вход. На этот раз я решила отрезать, используя сверло. Теперь делаю перестенок для предбанника. Проверка земсом. Опять приуныл. Продолжение следует. Итак, ты увидел монтаж каркаса в моем исполнении. Расскажи, какие минусы ты увидел, или расскажи о своей конструкции. Я объявляю маленький конкурс. Расскажи о своем домике для своего питомца с фотографиями. Выложи его как комментарий под видео, закрепленное оно будет у меня в группе. Прославь своего питомца, я расскажу о нем в следующем видео. А тут будет проходить вольер. Но это попозже. Благодарю тебя за твою активность на канале. За лайки, комментарии, репосты, рекомендации. Это самая большая помощь. И так растет наш с вами канал. Нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Я решила разбить одно видео на три части, потому что они будут очень длинные. Монтаж каркаса, монтаж теплого пола и внешняя обделка. Пока-пока.